Кардиомиопатия – это очень сложная тема. И вот в каком разрезе хотелось бы сказать про гайды. Наверное, в новых гайдлайнах, я еще несколько раз это повторю сегодня, надо начать, сделан акцент на комбинацию, интеграцию, какое-то соединение. То, что все данные нужно вместе собирать и трактовать, оценивать, интерпретировать. Вот это нужно помнить. То есть нету отдельно какой-то картинки, нету отдельно какой-то операции. Надо всегда стараться это делать вместе. Вот про пациента собирать все данные вместе, это важно. И вот почему. Вот это занудство, которое я обещал. Кардиомиопатии состоят из очень большого количества частей, каждая из которых меняется во времени. Грубо говоря, какие-то из них вызваны мутациями. Эти мутации могут быть в человеке очень долго, но никак значимо не проявляться. Мутаций большое количество. Мы из них знаем какие-то... Я вот, если честно, ничего в генетике не понимаю. Но тем не менее, мы какие-то из них знаем, такие самые находящиеся на слуху, опасные, не знаю, может быть, часто встречающиеся. Вот эти мутации могут никак не проявляться, находясь в человеке, например, в ребенке до пубертата или после пубертата. Или даже у взрослого человека они могут мало проявляться до какого-то момента. Это выглядит сильно по-разному, надо это учитывать. Мы можем найти у человека много разных генов, а проявление будет только одного из них, например. И вот как быть в такой ситуации. Однако ряд генов, они влияют на прогноз. Если вы посмотрите на какие-то таблицы, в исследованиях, там написано, например, риск смерти у такого-то гена от 5 до 10% на дистанции несколько лет, а у такого-то меньше гораздо. Или, например, имплантация какого-нибудь девайса, ИКД, она при таком-то гене не производится, при таком-то производится. Это немного путает. То, что их вроде бы как много, непонятно за какой, ну меня, по крайней мере, человека, который в этом мало что понимает, непонятно за какой зацепиться. И в то же самое время некоторые из них влияют на прогнозы, надо их запомнить и учесть. Фенотип – это то, как выглядит сердце, толстые стенки у него или не толстые. Много трабекул или немного, сниженная фракция или не сниженная. Это тоже все меняется в одном человеке во времени. То есть пациент, у которого аппекальная ГКМП стала очень выраженной и на ЭКГ, и на ЭХ, и на МРТ в 60 лет, он мог выглядеть совсем иначе, его ЭКГ, ЭХ и МРТ, скажем, в 20 лет. Ну, я уж молчу про ребенка, когда этот человек не стал еще взрослым. Это неудобно. Еще один пункт, неудобство добавляется. Смотрите, очень много разных проявлений. Ну, я основные из них выписал, даже не все. И в скобках, какие они бывают. То есть нарушение ритма от такой ситуации, как внезапная сердечная смерть, до, например, частых экстрасистов, которые вообще встречаются в норме. Это ерунда. То есть иногда у человека находят частые экстрасисты, пытаются как-то эту ситуацию развить, раскрутить, расследовать. И якобы у него некомпактный миокард или что-то еще со всеми генами. Хотя, в принципе, это никак не мешало жить. Кто-то чувствует это, кто-то не чувствует. Одышка тоже бывает очень разных градаций. Есть люди, которые не могут совершенно жить из-за одышки. Или у них малый выброс. То есть они очень страдают. А есть те, кто говорит, что вот у меня появилась одышка, но с чем она связана? С тем, что человек набрал вес? С тем, что у него толстые стенки? С тем, что он гипертоник или у него болезнь легких? Все это непонятно. Синкопальные состояния примерно такая же ситуация. Ну, вот потерял человек, как Анна Ильинична сегодня рассказывала, в душном вагоне метро сознание. Это не значит... А, вот и, к несчастью, у него нашли толстые стенки сердца. Вот, не повезло. И время, когда это все было выявлено, это случайная находка, или это связано с симптомами, жалобами человека, в каком это было возрасте сделано. То есть острое жизнеугрожающее состояние. И случайная находка – это такие полярные крайние ситуации, когда понятно, что в одном случае ну, точно надо что-то делать, острое жизнеугрожающее, и можно подождать, понаблюдать случайная находка. Часто много каких-то вот полутонов в этом присутствует, как я говорил раньше. То понятная отдышка, то непонятная, то она есть при нагрузке, то ее нет. Итак, видите, если даже то, что я перечислю, а это небольшое количество вещей, и причем неподробно, весьма неподробно, если их суммировать, у нас получится как минимум несколько здесь слагаемых, каждый из которых может меняться. Это сильно небинарная ситуация. То есть кардиомиопатия, я это говорю не просто так, а я подвожу к мысли, которая будет дальше. Мы будем с вами оценивать совокупность разных вещей и думать, какой шаг в следующем сделать. Поэтому так построено. То есть это сильно небинарная ситуация кардиомиопатии. Имеет значение, какие у человека гены, как это выглядит внутри него сердце, какие у него симптомы. И когда мы это наблюдаем, ну, например, очень молодому пациенту с жалобами скорее надо оказывать, с ним делать какие-то действия, больше его обследовать, больше в него вникать, может быть, планировать какие-то инвазивные вещи, чем очень пожилому пациенту. Ну, как здесь написано, произвольные какие-то примеры, что в генотипе. Вот нашлась опасная мутация у человека. На эхо или на МРТ толстые стенки, или фиброз, или там еще и к этому измененный метральный клапан. А из симптомов одышка. А вот выяснилось это совершенно случайно у пожилого пациента, у которого раньше никто этого не замечал. Вот. И здесь этот пример, он немного подробнее расписан. Вот тот же самый про пожилого пациента. Почему важно трактовать все вместе? Надо стараться сделать пользу человеку и потратить при этом минимум ресурсов. Я, кстати, стал так говорить, после того, как сменил работу. Раньше надо мной шутили люди, говорили, а ты же в федеральном центре работаешь. Или, а ты же работаешь в больнице Давыдовска, у тебя есть там любое МРТ, ЧПЭХ. И я сейчас действительно стал немножко извне на это все смотреть. То есть нам надо потратить при всем при этом минимум ресурсов. Здесь вот пример пожилого пациента, у которого случайно нашли какую-то большую гипертрофию, нашли еще, не дай бог, мутацию, и отказали в плановой операции. Хотя раньше никого это не беспокоило. То есть, видите, получается, вроде бы как, с одной стороны, какие-то клиники заработали деньги, но ресурсы потрачены не на то, чтобы этому человеку помочь, а скорее что-то в другую сторону. Это скриншот, у меня, по-моему, один или их два, из гайдлайнов, по которым я говорил. Ну, тут, видите, примерно то же самое, да? Симптомы, морфология. И вот к чему это все сводится, по крайней мере, моя часть. Это сводится к тому, что мы имеем какой-то фенотип. Вместе ЭКГ-симптомы и картинки какой-то вот фенотип из этих. Ну, это сокращение английский, там, ГКМП, ДКМП, аритмогенная дисплазия, недилатационная и рестриктивная. Почему я сделал этот скриншот, и, по-моему, показываю? Почему это важно? Потому что, чтобы вот эти данные получить, про фенотип, как он выглядит, чему он соответствует, нам надо сделать много исследований, к сожалению. То есть, это не перекроется каким-то одним методом. А я тут недавно только что говорил, не недавно, а только что, потратить минимум ресурсов. Это вот предыдущий слайд, но это что-то вроде его русской и упрощенной адаптации. То есть, как-то человек попал в поле зрения медицинских организаций, дальше мы его как-то обследуем, но я здесь написал визуализацию, потому что я сегодня говорю про нее. На самом деле там не только визуализация. И вот дальше мы увидели гипертрофию, дилатацию, то другое. И что с этим делать? Когда мы вот эту информацию собрали, узнали все из этого, есть у него гипертрофия или нет, низкая у него систолическая, диастолическая функция или нет, мы как бы провели такое кортирование, что ли, пациента. Ну, представьте, что у нас в голове нейросеть, и она считывает много параметров этого человека. Вот мы так сделали. То есть, мы увидели и поставили галочки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так. И дальше уже можно какое-то решение попытаться принять. Часто непонятно, часто это не очевидно. И я сегодня буду показывать ситуации, не где какая-то страшная гипертрофия, или где как-то очень наглядно помогли пациенту, а как раз вот такие серые, много кейсов будет в серой зоне, которые можно сильно по-разному трактовать. Добрый день. Вы это знаете уже, наверное, но это примерно список того, что мы можем оценить с помощью визуализации. Дилатация, толщина стенок, систолическая и диастолическая функция, клапаны, конечно, фиброз, отек, ну, отек в меньшей степени, гистологическая структура иногда, когда берется биоптат, ну, в смысле, когда берется биоптат, ее оценивают всегда, а иногда можно о ней как-то косвенно судить по неинвазивным методам, ну, по МРТ в частности. Количество методов визуализации для гипертрофии используется большое. Ну, не всегда, но в идеальном мире используется большое, потому что это сильно не бинарная проблема. Это комплексная проблема, и всегда при решении этой проблемы надо держать в голове вот данные всех этих методов. Подчеркиваю, да, вот нужно все вместе оценивать. Все идет к тому, что любые методики, они станут скринингом. Ну, и кто-то даже, по-моему, из докладчиков на Евроконгрессе, когда он рекомендации вот эти анонсировал, он в конце, как бы, вот эндпоинт и показывал, что МРТ – это скрининг для таких пациентов, потому что они все его получают. Я, кстати, заметил похожую тенденцию вообще в своем опыте, когда любой метод, он становится более доступным, люди сначала не знали про него, потом узнают, он становится более доступным, и они его начинают использовать как скрининг, даже, может быть, как-то непроизвольно, не задумываясь. Увидели толстые стенки – давайте сделаем то исследование. Увидели проблему с клапаном – давайте сделаем то. Это так работает. Нам нужно в этой ситуации, это может быть неплохо, кстати, что оно становится так доступно для людей, но нам надо не забывать, что оценивать все стоит в комплексе. Вот это вот скрининг и адванс, ну, это базовые вещи, то есть вот это минимум, который надо увидеть, не увидеть, хотя бы отличить плохую фракцию от хорошей и большие полости от маленьких, толстые стенки от тонких, думаю, это понятно. Ну, и есть более сложное эхо, которое, наверное, не везде доступно. Вот к этой оценке относятся следующие пункты. Это какая-то точная оценка диастолической функции, чаще это правый желудочек, потому что он тоже вызывает проблему нередко при оценке. Оценка деформации, стресс-эхо, покажу пару примеров в конце. И иногда будет один, по-моему, такой пример, или два, это когда нам надо понять, а есть шунтирование крови или нет. Дилатация, может быть, это врожденный порог из-за сброса, а не какая-то кардиопатия. Ну, клапанные проблемы, понятно, что их не должно быть. В некоторых шутках про расизм. Значит, МРТ-скрининг тоже. МРТ это скрининг у таких пациентов. Очень большому количеству из таких пациентов в некоторых клиниках, специализированных центрах, им по дефолту делают всем МРТ. И, наверное, мы двигаемся увеличением доступности тоже в сторону чего-то похожего. То есть, в любом случае, когда люди про это узнают, они начинают спрашивать, а есть ли там накопление контраста отсроченное. Типа, а там есть накопление контраста, это мелодоз. Толщина стенок, МРТ здесь выигрывает у эхо обычно. Ну, его фракции выброса тоже, как правило, не проигрывает. Для правого желудочка так точно. Более сложные вещи, которые МРТ оцениваются не всегда и не везде. Это та же самая диастолическая функция реформация, патология клапанов. Вот это достаточно известное, так сказать, технологическое ухищрение, которое, про него много публикаций, его все хвалят и, пожалуй, даже не зря. Оценка сброса крови, ну, можно так же сделать, как и эхом, только МРТ это немножко сложнее. И по базово обычно не делается. Сильные и слабые стороны. МРТ это больше оценка миокарда. МРТ часто, но не всегда покажу сегодня пример, лучше видит стенки. И эхо выигрывает в оценке клапана. А гемодинамика, что такое оценка гемодинамики? Это значит, что мы можем у человека в разных его состояниях, сидя, стоя, лежа, когда он пробежал, когда он поприседал или что-то еще сделал, посмотреть какие-то параметры, как они поменялись быстро. С помощью других методов, точнее другие методы, они нам не дают такой возможности быстро следить за изменениями, которые происходят внутри человека. обструкцию оценить, как она изменилась, регулагитацию посмотреть, как она меняется за несколько секунд. И вот мы сейчас перейдем к случаям, которые, я надеюсь, вы нам поможете обсудить, покритикуйте где-то. Первый случай. Здесь, видите, написано ОКС, но нередко, то есть вот этот пациент, это именно ОКС, без подъема к полуаму, который оказался не инфарктом в результате. Соответственно, мы могли такого человека встретить где-то просто рутинно в поликлинике. Сначала перед нами их кардиография, четыре камеры, это фокус на желудочках, потому что предсердия нам здесь не нужны. Это левый желудочек, это правый. Ну и здесь левый желудочек с двумя клапанами, артальным и метральным. Вы видите, что левый желудочек очень плохо сокращается. Даже по эхо, ну он большой и плохо сокращается, все очевидно, это выглядит как ДКМП. При этом, этот человек попал в больницу, ну то есть, знаете, как вот ХСН, типа вот человек задыхается. Ну он точно так же может задыхаться на любом другом этапе, амбулаторном и так далее. Или случайно это может быть выявлено где-то. Какой нам следующий шаг сделать? Здесь. Что нам сделать? Что нам посмотреть? Вот давайте исходить с того, что это ОКС. Это ОКС, да? То есть он только-только приехал? Ну вот он приехал, у него взяли тропонин, увидели, что нету повышения тропонина. Это симптомный пациент с какой-то измененной кардиограммой. Ангиографию, наверное. Ангиографию. Вот сделали ему ангиографию, то есть это выглядело как ДКМП. Ему сделали ангиографию, там оказалось многососудистое поражение со стволом 80%, например. Ну и фракция низкая. Что обычно люди в таких ситуациях хотят? А есть там живой миокард или нет? Ну а, кстати, представьте, что на географии было бы чисто. Другой сценарий. Если бы... Вот здесь не чисто. Здесь все понятно. Сейчас покажу. Слева еще слайд там будет. Миокард черный. Мы много картинок сегодня таких посмотрим. Будет где белый. То есть, видите, вот это те же самые четыре камеры. Левый желудочек, правый. Левое предсердие, правое. Вот он толстый, левый желудочек, вот его стенки. Если там бы был рубец, какой-то серьезный инфаркт, который пациент перенес ранее или сейчас, он был бы белый, там стенка бы накопила контраст. Ну вот такого она была бы цвета. Это жир. Здесь это жир, скорее всего. И вот две камеры также. Левый желудочек, левое предсердие. Я показываю две картинки, потому что на них в принципе у меня карта относительно нормальная. Представляете, то же самое, только нету стенозов никаких. Какой был бы следующий шаг? Какой был бы следующий шаг? В данном случае, да, вот мы знаем уже. Спасибо, Андрей Вячеславович. Мы сделали ему коронарографию. Все, что я знал просто. Доехать. Окей. Мы сделали ему коронарографию. И вот тоже, кстати, не совсем понятно. Этот пациент попал на шунтирование. У него, да, я, кстати, должен. Вот эта фракция около 15% у него. И мы сделали шунтирование. И на следующий день после шунтирования у него была фракция 35% уже. Соответственно, ну, наверное, через месяц она будет еще лучше. Может быть, так и останется 35%, но это все равно в два раза больше, чем 15%. Если бы не было стенозов на коронарографии у такого пациента, или если бы он не как ОКС к нам попал, а планово, как бы мы тогда на Ильиничном поступили, как вы думаете? Даже имея эхо и МРТ. Ну, имеется в виду, мы сделали коронарографию, там чистые коронарные артерии, да, и мы видим низкую фракцию. К примеру, вот это пришел пациент в поликлинику. У нас есть данные его эхо и МРТ, допустим, что там нету рубца, он ничего не умерло, и низкая-низкая фракция, и он симптомный. Следующий шаг будет его направить на коронарографию планово? Ну, визуализация какая-то коронарного русла, конечно, ему нужна. Вопрос, это будет инвазивный или КТ коронарографии. А как это понять? Вот его случай. По каким-то рискам для него? Ну, мы же не видим пациента, я не знаю, клинику, которую он рассказывает. Если эта клиника только хроническая сердечная недостаточность, и при этом нет особо факторов риска никаких, то может быть и КТ коронарография как менее инвазивный метод. Ну, и параллельно с этим назначение оптимальной терапии, конечно. Медикаментозной, потому что она будет нужна ему независимо от того, это ишемическая кардиопатия или это дилюционная. Да, спасибо. Я сейчас сказал про фракцию, которая увеличилась от шунтирования. Есть кейсы, где от терапии также происходит. То есть, вот пришел этот человек задыхающийся, не получал ни диуретиков, ничего, и просто ему назначили таблетки, и он пришел через месяц или два, и у него фракция тоже стала лучше после этого. Может быть, даже вернулась к более или менее нормальной. Тоже такой вариант вполне возможен. И при этом, видите, таблетки, они все равно назначаются, даже без генетических тестов. Кстати, кто-нибудь стал бы делать генетический тест в таком случае? Да хоть где. Вот я работаю в большом сценарии, и у меня тоже там нет генетических тестов. Чтобы этого человека куда-то протестировать, мне надо искать, куда его направить. Нет, КТ бы, допустим, сделали, ладно. Но вот протесты, протесты не знаю. По поводу генетических тестов мы еще чуть попозже поговорим, но в данной ситуации они очень мало оправданы, если нет каких-то дополнительных факторов, которые бы говорили, что это нужно сделать, ну типа там семейного анамнеза и так далее. Мне кажется, это вот очень ценно проговаривать такие вещи, потому что они отсекают, ну, какие-то, как я сказал раньше, пустую трату ресурсов. Еще один пациент, который попал в поле зрения из-за фибрилляции. Сергей Алексеевич, а можно еще к предыдущему вернуться, да, к случаю? Можно. Давайте представим себе ситуацию, что у этого пациента действительно ишемическая кардиопатия, многососудистое поражение, но на МРТ мы бы увидели обширные участки трансмуральных рубцов. Вот что бы дальше делали? Не знаю. Я думаю, что вот есть люди, которые полярно смотрят на эту ситуацию, и кто-то бы вообще МРТ не стал делать. Мы уже сделали, да, и поняли, что там есть рубцы. Вот дальше. Ну, выкинем его. Кто-то скажет, что так. Ну, сделали, ладно, вот пациент болеет. У него есть хирурги. Я сейчас, Олег Юрьевич, из-за вас буду, я как будто буду от вашего имени говорить, потому что он не приехал. Дело в том, что хирурги... Он приедет обязательно, потому что попозже. Хирурги же рассуждают по-разному. Можно сказать, это артерии шунтабельные, и дистальное русло сохранное. Пациент не коморбидный. И мы попробуем его прооперировать с такой фракцией. То есть мы этот риск возьмем на себя, даже если там есть трансмуральное поражение где-то, мы что-то пытаемся побороться. Но опять же, вдруг это будет призма верхушки. Кто-то скажет, а я сейчас иссяку эту анапризму. Это только я только рад. Ну, на самом деле, было исследование, которое, вопреки здравой логике, показало, что проведение шунтирования дает свой эффект у пациентов с низкой фракцией выброса, независимо от того, есть жизнеспособный миокард по МРТ или нет. Что по стентированию, там совсем печальные результаты, там не было эффекта, что есть жизнеспособный миокард, что нет жизнеспособного миокарда. А вот с шунтированием, поскольку это полная ревосклиризация, эффект был, даже если нет жизнеспособного миокарда. Поэтому это такое вот очень... Там не совсем... Там не только МРТ было, там еще было дастрас, эхо было с... Да, там было разные методы. И там не то, чтобы нет жизнеспособного миокарда, а там количество сегментов посчитано и так далее. То есть, ну, вот можно поразвить мысль Анны Ильиничной, сказать, вот предположим, там три сегмента, вот они напрочь мертвые, потерянные. Это не значит, что, допустим, вот все остальное не улучшится никак. Вот, допустим, вот три сегмента мертвые, там или четыре, или сколько-то еще. Да, существуют действительно какие-то подтверждения того, что полная качественная ревосклиризация, не забывайте, что у нас она не всегда полная и качественная, то, что в реальной жизни встречается, что она улучшает прогноз в любом случае. Для него, вот для этого человека, проблема была... То есть, я удивился, например, больше не то, что там миокард живой, а то, что хирург согласился его взять с фракции 15 на операцию. Анестезиолог, а не хирург. И тот, и другой, да. Следующий пациент начал говорить, значит, фибрилляция предсердий. Толстые стенки. Очень такой крупный пациент с массой около 130 килограммов. Я буду дальше показывать какой-то один метод, или эхо, или МРТ, потому что, ну, они одинаковые, видите, это, в принципе, дублируется, да, вот четыре камеры, левый желудочек правый, левое предсердие правое. И здесь две камеры, они просто лежат на боку. Левый желудочек, левое предсердие. То есть это как эхо у нас, просто немножко другая цветовая гамма картинки. Мы тут видим, что стенки толстые, и сокращается все хорошо. Естественно, скрининг камелоидоза, это МРТ. Давайте сделаем, почему у него толстые стенки. Это вот его же сердце по короткой оси слева, левый желудочек и правый желудочек. Вот он. Тот же самый срез. Видите, это отсроченное накопление. То есть вот здесь какие-то маленькие белые пятна вместе стыка левого и правого желудочка, которые вообще ни о чем не говорят. Это не похоже на амелоидоз. И это не ишемическое накопление контраста. То есть, в принципе, это неплохо. А тут я вот показываю, как выглядит амелоидоз на этом же самом исследовании. Слева наш пациент, черный миокард. Видите, да, он весь черный. И желудочки, и предсердия такой. Почти ничего не копит, кроме вот этих вот пятнышек двух маленьких. И справа это пациент, у которого есть амелоидоз. И вот у него, видите, какие белые пятна. Очень много их. Вот характерно, как это выглядит. Это разные бассейны, вернее, разные участки не характерны для бассейнов коронарных артерий. И трансмуральное, и разные паттерны накопления. Очень его много. Что совершенно не похоже вот на наш случай. Будем дальше еще кого-то там скринить на амелоидоз. Поэтому я предлагаю вам вот эту картинку примерно запомнить. Вот и опять же, что с ним делать? гипертрофия у него есть там 19 или сколько-то толщина МЖП. Нету стенозов регургитации значимых. Есть ФРП, есть жалобы тоже на адыбку. Делать ему коронарографию или не делать? Делать генетические тесты или не делать? Как поступить с таким человеком? Ну, понятно, что назначить ему евритики. Обструкция есть? Нет, нет, нет. Ну, здесь, я не знаю, плоховато видно, наверное. Но вот в четырех камерах в принципе, тут можно так заметить, что какого-то явного длинных створок или Сэма нет. Ну, так все видно, согласен. Обструкции нету. И самое интересное, что у него нету жалоб таких вот для обструкции явных, что он терял сознание или был близок к этому, или у него какая-то тяжелая надвижка, которая обезвоживание, допустим, ее провоцирует, ее усиление. Вот таких вещей тоже он не описывает. Он просто очень крупный, с большой гипертоник, там, типа, он не замечает, какое у него давление, но если он померит в какой-то произвольный момент времени, может быть 200, может быть 170. Я не чувствую, какое у меня давление. На самом деле, очень правильный вопрос задализал по поводу давления. Потому что, вообще, в принципе, у пациента, учитывая, что масса тела, вы правильно заметили, ему вообще целесообразно нормализовать давление, а потом через полгода, 12 месяцев, переделать ему эхо. Мы можем немножко другую картину видеть на картине. Ну вот. Видите, даже это, а хотя это выглядит как кардиомиапатия. А вот, как говорил Высоцкий, бывают многочисленные йоги, просто их очень сложно распознать. И вот это один из них. То есть, это человек, который действительно похоже на кардиомиапатию. Может быть, и не зря мы проводим скринингами лоидоза. Но если посмотреть на этого человека внешне, а я, кстати, зря не заострил на этом внимание, на том, что он с большой массой и гипертоник, то, может быть, и другие мысли какие-то появятся. И не нужно искать у него амилоидоз или что-то в таком духе. Так, ну тоже плановый пациент. Здесь вот комбо двух предыдущих случаев. И гипертрофия, и низкая фракция. И вот почему так? Это то же самое эхо лайк МРТ, четыре камеры левых желудочек, правый желудочек, левое предсердие и правое предсердие. Ну, вы видите, что сокращается, наверное, это не 15%, может быть, немножко лучше, но, тем не менее, это далеко не норма. И стенки толстые. Порока нет никакого? То, что я, по-моему, я вот себе показывал в Катер-Кейсе, там нету клапанных патологий. Сейчас я пролистаю. Смотрите, вот это его нормально видный зал, это его накопление. которое должно быть там белые пятна, черные. Вроде что-то видно, да. Ну, кстати, почему-то не здорово. Ноутбука был лучше. Вот, смотрите, более или менее нормальная стенка здесь. Вот здесь она явно тоньше. Вот, посмотрите, как будто кто-то откусил, вот отсюда раз, во-первых. А во-вторых, там тонкий такой белый ободок внутри. То есть, это вот маленький такой вот участок накопления, он тонкий. И вот здесь еще один участок накопления в перегородке, тоже беленький. Жир в перикарде, он гораздо ярче в этой ситуации, и может быть, немного сбивает с толку. Я плохо подготовился. Вот накопление участок, субэндокардиальное, со стороны полости. Это похоже на ишемическое накопление. И другой участок накопления, он в перегородке, вот он. Видите, вот он, такая белая полоска. Он интрамиокардиальный, это не похоже на ишемическое накопление, но, опять же, ни то, ни другое не выглядит, как амилоидоз на предыдущем слайде. Это не амилоидоз. У него очень большая полость у этого пациента, что-то больше, там, 200 мл, ближе к 300, по-моему. Два вот таких участка и тоже многососудистые поражения. То есть, скорее всего, это, как я сказал, комбо двух предыдущих случаев. Это гипертоник, декомпенсированный и ИБС выраженный. То есть, пациент, который, скорее всего, тоже получит шунты по итогу вот этого обследования. Нужна ли ему караторография? ему ее сделали, как я сказал, это многососудистое поражение. А что-то еще ему нужно? Как бы мы подходили к такой ситуации, если бы столкнулись с ней и у нас не было в руках МРТ или других вещей? Мы бы увидели просто на эхо, что это низкая фракция. Может быть, мы бы знали, что у него в анамнезе инфаркт или что он гипертоник. Как бы мы его дальше диагностировали? Тоже, как какую-то кардиомиопатию с стенкой, толщина стенки 20, фракция 25 и КДО 290. Вот как это, что это вообще такое? Вот когда мы видим такие цифры, про что нам стоит подумать? Вы как считаете? Здесь я все рассказал. Но вот если вы увидите такое в жизни, про что бы вы подумали в первую очередь? Большое КДО, она лично спрашивала про порог. Там нет уклапанных болезней, ни стенозов, ни регулагитации значимых. Первая мысль была, есть ли какая-то перегрузка внешняя, почему я спросила про порог. Дальше, если мы знаем, что у пациента был инфаркт в анамнезе, видим низкую фракцию выброса, знаем, что он гипертоник, мы все равно бы ему делали визуализацию коронарного русла. Но оптимальную медикаментозную терапию никто не отменяет. Разумеется. А вот как быть с оптимальной терапией? Вот человек ее получает, и как мы? Мы параллельно делаем все возможные исследования, генетические, МРТ, что-то еще. Или мы назначаем ему терапию, какое-то время ждем, и что переделаем? Эхо, БНП? Ну, коронарографию делаем, не дожидаясь эффекта от медикаментозной терапии, потому что не повлияет это на нашу тактику. А в отношении чего-то другого, когда ждем, конечно, ждем. Сколько месяцев лучше? Ну, я имею в виду в реальности. Три. И вот обычно три получается месяца. Так оно и есть. Или, как это работает, коллеги, кстати, кто с этим сталкивается амбулаторно? Через три месяца вот вы мониторите, кто приходит из пациентов с такой низкой фракцией? все-таки у нас же отдается много на откуп еще самому пациенту, насколько он заинтересован. Мы ему говорим, как надо, что через три месяца... Я просто не лечу никого, поэтому я так пристал. Я же не знаю откуп пациенту, он что там на откуп свой принесет. То есть, как это работает на самом деле? Это действительно действующая схема или по-разному бывает? Вы имеете в виду, вызывают ли активно этих пациентов потом из поликлиник? Ну, как по опыту это получается? Такие люди, они говорят, принял таблетки, мне стало легче, все, больше не пойду никуда. Ну, по-разному бывает. Ну, как? Нет, если человек достаточно мотивирован, то он придет. Конечно, через там три, четыре, пять месяцев, если не получилось его достаточно мотивировать, то да, ему стало легче, он может уйти. Потом все равно вернется, но вопрос уже через сколько и насколько декомпенсированный. Поэтому это скорее такой философский вопрос приверженности к лечению нашего населения. Конечно. Как вот нам понять по... Вообще, давайте попробуем, кстати, спасибо. Я, ну, почти успел, короче, вот этот кейс, он про миокардит. Значит, как нам понять, что у пациента есть миокардит или нет по данным наших исследований? Эхом мы можем увидеть низкую фракцию, ну, или какое-то снижение фракции. Чтобы начать после эха думать в сторону миокардита, снижение фракции, нету какого-то специфического признака эха для миокардита. Для МРТ это то же самое накопление контраста, как вот при инфаркте или амилой дозе, просто не в бассейне коронарной артерии и не изнутри со стороны полости. То есть не вот здесь, не вот здесь со стороны полости, а либо в толще стенки, либо через всю стенку, либо снаружи. Ну, кто-то говорит, что типично для миокардита это вот здесь снаружи накопление, но бывает разная ситуация в зависимости от того, какой это миокардит, острый он сейчас или он был год назад, а теперь остался от него маленький след, то есть это разные ситуации. Вот это, смотрите, нарушение сократимости на МРТ, накопление контраста и если это острая ситуация, это отек. Ну, вот эти вот все признаки воспаления, это отек миокарда. Вот здесь этот кейс как раз нужно дифференцировать миокардит от других каких-то ситуаций. Я здесь не буду, наверное, говорить, острый это пациент или плановый. Давайте попробуем и тот и другой сценарий проиграть, ну, как бы проговорить. вы видите, это четыре камеры. Почему они вот меняются так? Потому что срез перемещается, он один срез, другой срез, он как бы вот так вот шагает и нам левый желудочек показывает разные его части. Он показывает сначала вот тут он его срезал, потом дальше срезал к сзади, еще, еще, еще и потом опять начинает сначала. То есть здесь просто несколько четырехкамерных, грубо говоря, проекций левого желудочка. и на них точно совершенно на всех этих проекциях видно вот зону апикальную. Вот этот участок он почти не сокращается, а вот эти участки они сокращаются хорошо. Этот пациент заболел остро, ну, то есть, хотя я не говорил там стеми, не стеми, ну, он отмечает ухудшение самочувствия явно в последние недели. Ему стало хуже в последние недели. Это проявляется главным образом одышкой, не болями. Вот так, давайте скажем, вот что это проявляется одышкой главным образом, а не болями. И есть вот такая штука, посмотрите на метральный клапан, то, что Анна Ильинична спрашивала у гипертоника с большой массой тела. Вот здесь видно, как створки, они, во-первых, находятся в полости, у левого желудочка они длинные достаточно, и во время систолы, когда желудочек сокращается, они прислоняются вот сюда к межжелудочковой перегородке створки. Это такие здесь тонкие черные палочки. посмотрите, да, вот в одном из срезов это видно, жалко я здесь не могу замедлить или на паузу поставить. Сергей Сергеевич, а можно ли дифференцировать здесь с Токацуба? Можно, а сейчас дальше мы полистаем и посмотрим. Вот смотрите, такая, вот что говорю, признаки миокардита, это накопление. Есть оно здесь или нет? Скорее нет. Скорее нет, да, вот. Глупость, глупость, глупость сделал, конечно. Скорее нет. Ну, по крайней мере, явного какого-то белизны здесь, полость белая, да, то есть это получается не миокардит, скорее всего. и, видимо, не инфаркт, раз ничего там не умерло толком. Это режим, который нам вот позволяет как раз отек выявить, то, что бывает при миокардите. Миокардит, видите, он должен быть серый, однородный на этой последовательности, хотя на самом деле тоже всегда, это не всегда работает, как хотелось бы нам. Телефон часто не работает, техника бытовая не включается или работает не так. Ну, и, соответственно, вот эти все исследования, миокардит должен быть вот такой, вот, такой темно-серый или вот такой. А здесь, видите, он как отличается, это половинка белая, яркая, как вот паренхематозные органы брюшной полости, а это темная. то есть это явный отек. Это явный отек, зона нарушенной сократимости и, судя по всему, нет какого-то некроза, как при инфаркте. Что это может быть? Это может быть действительно токотсуба, как было сказано. Это может быть, не знаю, вызванная, это может быть обструкция, которая вызвала вот такую реакцию, что, ну, обструкция, выносящая реакция, градиент там большой, из-за этого верхушки тяжело и она вот начала так плохо сокращаться. Какое-то время она так плохо посокращалась, отекла и начала страдать. Не знаю, я сейчас фантазирую. Это может быть миокрадит, ну, мы сказали, что вроде бы не очень похоже на то. Может быть, это ГКМП с обструкцией. Ну, допустим, человек что-то сделал в своей жизни, обезводился как-то и у него резко декомпенсировался. Он ходил с этой обструкцией, ходил-ходил, что-то случилось, он декомпенсировался, обструкция очень наросла и верхушка вот так надула. Может быть, или это я глупости придумал? Я, я, что-то очень редкое, может быть. Мы видели, например, аневризмы у пациентов с обструкцией, с срединной обструкцией левого желудка, аневризмы верхушки, но здесь как-то не очень на это похоже на то. Это вообще для них, как бы, это их фишка, можно сказать, вот этих пациентов с обструкцией. в середине. А как поступить? Вот мы увидели такое, например, это острая ситуация, Андрей Вячеславович бы сказал коронарографию сделать, а если не острая? Тоже коронарографию сделать. Чем мешает не острая сделать, планово, зачем острая? Я в операционную, но медленно. Что думаете, Анна Ильинична, вы? Сложный вопрос, но честно говоря, коронарографию бы, наверное, я тоже бы сделала в этой ситуации, потому что есть зона нарушенной сократимости, она эпикальная. Но инфаркта нету. Но инфаркта нету. Хорошо, еще нет инфаркта. Может, тропонин взять? Какие полумеры? А что он изменит, тропонин? Если это пациент с миокардитом, у него тропонин-то тоже будет повышен. Если пациент с ТК-слубой, у него тоже будет тропонин повышен? А если он не будет повышен? Что, мы от этого не будем дальше делать инвазивную диагностику? Я вообще считаю, что любой метод надо делать, чтобы он на тактику нашу повлиял. И как поступить здесь лучше? Я, кстати, можно отступление большое сделаю? Я когда сижу, например, или где-то еще на конференции, и меня по картинке спрашивают, я так теряюсь, я даже не понимаю, почему так происходит. Я когда работаю, я как-то вроде сосредоточен, и легко все. А тут раз показали какую-то картинку, что это такое? Да, отстаньте, хочется сказать. Ну, и мне кажется, я прошу прощения у коллег, что я их вовлекаю так, но мне кажется, это интереснее немного получается. В общем, мы голосуем за коронарографию. Коронарография... Хочется вам тропонин, пожалуйста, да. Вот смотрите, два варианта, допустим. Мы думаем, что это токотсуба. Но это оно и есть в итоге. Мы сделали коронарографию, там ничего нет. Или второй вариант, мы сделали коронарографию, и там есть какие-то стенозы. Это отменяет токотсуба или нет? Тут надо конкретизировать, какие-то стенозы. Какие-то стенозы не отменяет. Если там окклюзия ПРЖВ проксимальная. Это пожилая пациентка. Это пожилая пациентка. У нее нет ни одной окклюзии. У нее есть в разных артериях непроксимальной стенозы в ПРЖВ. Средний третий стеноз 80%. И вот такая картинка. Ну, нет. Скорее. Это не отменяет токотсуба явно. Она имеет право на атеросклероз. Другой вопрос, чтобы поставить диагноз токотсуба, у нас есть несколько критерий. Вот как поступить в ее ситуации? Ну, вот, как вы уже сказали, мы возьмем тропонин, мы сделаем коронарографию, мы не увидели там окклюзии, которую бы объяснили вот эту зону. Дальше она получает медикаментозную терапию в зависимости от клинической состояния, от гемодинамики, потому что она может быть в шоке, в гипотензе, в чем угодно. А дальше мы контролируем эхо в динамике, потому что один из критериев это восстановление сократимости. То есть мы здесь ориентируемся на просто динамическое наблюдение и, в принципе, все. Такой главный ориентир для нас. Ну и симптоматическую терапию, которую она должна получать. Я так понимаю, что они очень хорошо чувствуют. Это есть динамическое наблюдение, просто не инструментальное, а визуальное. То есть вот это здесь штука, да, главная? Такой человек, он скорее в стационаре нуждается. Ну, опять же, это зависит от ситуации, но в большинстве случаев да. Это не случайная находка человек все-таки на что-то жалуется. А здесь явно человек жалуется у него есть обструкция выносящего тракта, у него появилась большая зона. Скорее всего, была какая-то клиника еще болей в грудной клетке, то, да, она нуждается, конечно, в начале в динамическом наблюдении. Коллеги, есть по этому поводу какие-то еще мнения? Что вообще-то в динамическом токацубе это не совсем редкое явление. Не совсем редкое? Нередкое явление. У меня будут клинические случаи, похожие, да, известные, и здесь надо ориентироваться, как она речь, заметила, на клинику и на методы, которые вы делаете для чего. Известно, что тропонин при токацубе может быть не повышен или повышен незначительно. Но для токацуба более характерно, например, соотношение тропонина с NTP-ROM-BMP. Он будет высокий, из-за перегрузки левого пресердия. Поэтому, конечно, если мы не видим здесь явных признаков острого инфаркта, а когда перед нами стеноз в среднем отделе переднего желудчика, даже если он реконализированный, и у нас низкий тропонин, я бы не думал, что это инфаркт первого типа. Я бы скорее думал, что это инфаркт второго типа или как раз развитие токацуба. Поэтому я бы консерватин-тактику рассматривал как основную здесь. То есть в такой ситуации, кстати, да, вот коллеги, кто спрашивал про миокрадит, миокрадит, вот это один из признаков миокрадита, другой признак должен быть накопление, то есть белое на черном. И они должны быть все вместе. Если что-то одно, вот как в данном случае, то это не миокрадит. То есть, если я правильно понял, нам нужно здесь уточнить коронарный, ну, посмотреть, какая коронарная анатомия. Тропонин мониторить или нет? Взять его нужно. Несколько раз. Ну, вообще, есть стандартный протокол, как оценивать тропонин. Если, во-первых, сейчас в основном берем высокочувствительные тропонины. В зависимости от типа есть свои протоколы, какие должны быть референсные значения. И в зависимости от того, какое первое значение, решается, берется второе или не берется. Поэтому это слишком много неизвестно. Ну да. И этого пациента нам надо наблюдать в стационаре. Цель наша, чтобы он улучшился. Если он не улучшается, мы какую-то агрессию медицинскую применяем в его отношениях. Мы его выпишем. Если ухудшается. Ну, если у него развивается шок, то описаны кейсы, когда даже и к моим ставят. Ну, в зависимости от ситуации. Спасибо. Ну, вот, кстати, меня бы это в тупик поставило, особенно если бы мне так же картинки показали, потому что действительно вообще непонятно, что это не норма. Да. А как с этим поступать, не знаю. А если давление уменьшится, а если там, а если разрыв случится. Ну, то есть, вообще такая ситуация своеобразная достаточно. Несмотря на то, что, ну, вроде бы, как все это известно, как это делать, как сказаны личные протоколы тропонинов и так далее. А вот, окажись я в такой ситуации, я бы не знал, сколько его раз надо смотреть эхом или там МРТ в день или в неделю. И какой результат будет явно хорошим или явно плохим, это более-менее понятно. А часто они не явно хорошие, не явно плохие. Особенно в течение одного дня. Чуть-чуть про клапаны сейчас расскажу, поскольку у нас была вот только что клапанная проблема, обструкция. Вот один из случаев у нас будет про метральную недостаточность, которая вызвана, ну, которая связана с ГКМП, то есть это анатомически измененный клапан, здесь эхо, помните, я хвалил эхо как метод оценки клапанов, 4 камеры, левый желудочек, левое предсердие, правый желудочек, правое предсердие. Обратите внимание, правый желудочек большой, сокращается он хуже, чем левый, предсердие тоже достаточно большие. И вот такая же примерно картинка, только не так близко, не такой зум, и фокус на клапане здесь. Митральная регургитация, она какая-то кривая, идет в сторону, и оценить ее не очень легко по этой картинке, мы только можем сказать, что она есть. у пациентов, у пациентов вроде этого, у которых какая-то гипертрофия или кардиопатия уже подтвержденная, особенно если мы говорим про наследственные вещи, а не про болезни накопления и так далее, у них часто метральный клапан не совсем нормальный, он имеет нестандартное количество створок, папиллярных мышц, не так смыкается, то есть он сам по себе без каких-то повреждений из вне дополнительных может давать метральную регургитацию. И кроме того, как и все при кардиопатиях, помните, это не бинарная, сильно не бинарная ситуация, на это влияют разные обстоятельства. Сколько в человеке воды, какое у него давление ЧСС, возникла у него обструкция или не возникла, это влияет на происходящее. Вот тот же самый пациент, здесь его транстаракальное эхо, возможно, стоило для наглядности добавить пищеводное, это короткая ось, то есть срез вот так поперек левого желудочка, вот так. И, соответственно, ну это длинная ось, левый желудочек, левое предсердие, аорта, правый желудочек, вот он метральный клапан. Кружочек это левый желудочек, внутри метральный клапан, сверху вот такой правый желудочек, вытянутый. Метральный клапан у него не двухстворчатый, а трех, вы видите, он как треугольник открывается справа на слайде. И на левом слайде можно увидеть, что створки длинные, они находятся вот тут вот в полости и в принципе прикасаются к межжелудочковой перегородке. То есть это не похоже на норму, опять же, чтобы знать, как выглядит норма и как не норма, надо какой-то нейросеть, которая у вас в голове, надо ее как бы научить это делать, надо посмотреть, какое-то количество норм, не норм и запомнить их. Это зум на створках того же, по-моему, пациента. Обструкции значимой у него нету, на всякий случай, там какие-то 20-30 градиенты, даже с провокацией. Но вот видите створки, вот это левое предсердие, левый желудочек, метральный клапан, длинные створки, они прислоняются вот сюда к перегородке. Обструкции у него большой нет, но есть какая-то метральная регулагитация. Мы на одном из семинаров ранее обсуждали у этого пациента с Олегом Юрьевичем, Андреем Вячеславовичем, про то, что вот ему делали алкогольную аблацию, чтобы уменьшить эту проблему. Ему, по-моему, в итоге сделали протезирование, метрального клапана. Здесь, если обобщить всю эту историю, мы просто обсуждали, исходно пациент не подавлазил алкогольную. Хотя формальные критерии у него были, мы об них еще поговорим, эта стенка больше 16 мм, там основная была проблема невозможность первичной хирургии, не помню, по какой причине, то ли он отказывался, то ли облакать сопутствующую патологию. Когнитивно, там были сложности разные, ему надо принимать же риск, что варфарин он будет принимать, а там вот с этим были сложности. Да, он был тяжелый клинический, то есть пациент не мог физически ходить, и мы сильно были ограничены в методах. Медикаментозная терапия у нас не работала, она была исчерпана, поэтому мы шли от плохого к плохому. И один из вариантов было сделать алкогольную аблацию, и совершенно без ожидаемого эффекта мы его, к сожалению, не получили. Там еще была сложная анатомия у этого пациента. И здесь как раз хорошая иллюстрация метода, несмотря на то, что у него была гипертрофия, она была не очень выраженная. У этого пациента есть проблема, которая сопровождает обструкцию, это проблема клапанного аппарата. И добавочность сосочковой мышцы и элонгация передней створки это не хороший кандидат, к сожалению, для аблации. И не нужно ожидать от этих пациентов хорошего течения заболевания или то, что вы сделаете эффект, но можете сделать хуже в некоторых ситуациях, получить восложение от саптальной аблации. Да, которые вот у нее есть, то есть мы, собственно, их получили в Куре. Ну, это иллюстрация того, когда методика, она вынужденная была, мы пытались хоть что-то сделать, но по итогу, когда это не делать, лучше, наверное, это и не делать. То есть отдельный вот такой пункт, это патология клапанов у таких пациентов. Она разная, все это сложные вещи, но она разная, и всегда надо ее иметь в виду. Если мы столкнулись с какой-то клапанной проблемой, вот как у предыдущего пациента с миокардитом, там, слэш-токотсуба, или у этого пациента, то нужно клапан оценивать отдельно и внимательно. Надо смотреть, он стандартный по анатомии или нет, насколько это большая регургитация. Действительно, как сказал Андрей Вячеславович, если это не какая-то катастрофическая проблема, лучше какую-то тактику максимально аккуратную выбирать, наверное. Вот такие дела. Ну, то же самое можно сказать и про обструкцию. Ее вызывают не только толстые стенки, но вот разные пункты, которые здесь перечислены. Дополнительная ткань метрального клапана, высокое ЧСС, уменьшение полости, когда человек обезвоживается, какое-то нестандартное положение и количество папиллярных мышц и хорт. То есть много вещей, которые требуют дополнительного вникания и каких-то специальных мер. Поэтому, как было то, что сказано раньше, для них не всегда облация вообще этот метод выбора. Когда мы вот эту увидели проблему клапанную, обструкцию или регургитацию, мы ее изучили детально и уже после этого поняли, как с ней бороться. Вот пациентка, у которой преобладает не регургитация, а именно обструкция, то же самое эхо. Четыре камеры, левый желудочек, предсердие, правые отделы. И это ее же изображение в 3D. Не знаю, зачем я его сюда прицепил, наверное, похвастаться просто хотел. И она, парастрональный доступ, длинная ось, левый желудочек, левое предсердие, аорта, правый желудочек, вот метральный клапан. Не знаю, кстати, насколько здесь заметно. Здесь скорее в обструкции участвуют не створки, а что-то из подклапанного аппарата. Та же самая картинка с цветом. Вот это красный поток. Вот тут вот у него голова, где я сейчас показываю указку, вот здесь с этой стороны. И поток сам идет наверх, вон туда в аорту. Это как раз вот обструкция. Он похож на поток стеноза или регургитации. Потому что там и образуется стеноз между какой-то из структур метрального клапана и вот этой частью перегородки. Это, наверное, зум этой пациентки на клапане. Посмотрите, да, вот желудочек предсердия. Здесь где-то примерно, ну, тут не очень хороший получился срез. Видно, клапан неплохо, а вот аорту не видно. Вот где-то выносящий тракт. Видите, вот прижимается клапан к желудочковой перегородке. Там справа измерен градиент. Он высокий, что-то там больше 100 мм. Тут у нас столба и имеет характерную форму. Ну, то есть эхом эти вещи обычно и выявляются. Как правило, в распоряжении нет других методов. Чтобы это обнаружить и это как следует измерить. То есть обнаружить, это можно послушать, но вот чтобы детализировать, где эта обструкция, это аортальный стеноз, это выносящий тракт внутри желудочка или это вот та самая пекальная аневризма какая-то, нам вот с этим помогает именно эхокардиография. Отдельный вопрос. В гайдлайнах, статьях и прочее есть информация. Ну и многие люди в практике так делают. Они пытаются делать разные провокационные пробы пациентам, у которых есть либо небольшая обструкция, либо обструкция с градиентом, который считается значимым, это больше 50 миллиметров, либо просто у которых есть гипертрофия. Делать какие-то провокационные пробы. То есть попросить их встать или сесть и на фоне не лежа посмотреть сердце, а вот стоя или сидя, попросить его приседать, посмотреть то же самое на фоне нагрузки или после нагрузки. У меня есть еще некоторые такие подходы, когда мы нитроглицерин используем, То есть мы брызгаем нитро под язык, к примеру, и после этого через какое-то время мониторим, что происходит с обструкцией. У меня на этот счет нету какого-то вот своего однозначного мнения, потому что не всегда вот эта провокация, она вообще какую-то пользу для пациента несет. Несмотря на то, что обструкция, если она есть у человека в жизни, если она была зафиксирована каким-то методом, по некоторым данным, это прогностически неблагоприятная находка. Но вот стоит ли ее отдельно провоцировать у людей с анатомическими предрасположенностями, ну типа такого, когда стенки толстые, там клапан измененный, не знаю. Вы как считаете, коллеги, стоит ли пациентов отдельно, прицельно обследовать на предмет этой обструкции, если она есть, но небольшая, стоит ли пытаться ее спровоцировать, или если ее нет, просто есть толстые стенки, стоит ли ее пытаться спровоцировать. Ну тут, наверное, вопрос делится на две составляющие. Первая есть рекомендация, в которых прописано, что в этой ситуации делать, а вторая это реальная клиническая практика. Если пациент малосимптомный, у него нет обмороков, у него нет какой-то там значимой снижения толерантности к физической нагрузке, то, наверное, не надо, потому что что мы хотим дальше добиться, мы, что его дальше оперировать будем, наверное, не будем, если он малосимптомный. Даже если не мало, кстати. Вот предыдущий пациент. Ну, в зависимости, да, от ситуации. Мы об этом еще сейчас поговорим чуть попозже. Если пациент выражен симптомный, ну, то есть, у него есть обмороки, у него есть одышка, то, наверное, если мы ему там брызнем нитроглицерин, у него точно вызовем обморок. Зачем тогда искушать судьбу? Ну, то есть, тут такой очень какой-то неоднозначный вопрос. Мне интересно, как в этом разобраться, потому что вы же понимаете, что часто люди, пожилые пациенты, и предъявляют разнообразные жалобы, их можно детализировать, потратив какое-то время, но вот, типа там, у меня одышка, стала она хуже? Да, стало. А вот у него есть обструкция какая-то. что это значит, если мы эту обструкцию будем проверять, найдем ее усиление и так далее. Я не знаю. По моему субъективному мнению, хирургия метральная вот именно при гипертрофической кардиопатии и при таких измененных клапанах, она не очень доступна, не очень широко доступна. То есть, поэтому я бы, наверное, не старался увеличить чувствительность наших тестов вот этих, несмотря на какие-то советы и рекомендации, я бы не сильно старался увеличить чувствительность этих тестов, а скорее увеличить, наверное, как правильно я говорю про чувствительность и специфичность? А увеличить специфичность. То есть, выявить тех, кто уж точно-точно болеет и не стараться выявить тех, кто где-то в серой зоне или скорее вообще вне ее не болеет. Как вот вы думаете по этому поводу? Как здесь лучше подходить? Я думаю, что поскольку современная фармакология не стоит на месте, мы сегодня об этом тоже поговорим в плане лечения гипертрофической кардиомиопатии, то скорую акцент сместится явно. Куда? В сторону фармакотерапии, нежели хирургической агрессии у таких пациентов, поэтому... Тогда будем бесчувствовать. Ну, да, тогда это будет некая точка отсчета, то есть, как пациент переносит нагрузку, какая у него вызывается обструкция на фоне терапии, что поменялось, это и психологически важно, и плюс это объективные критерии эффективности нашего лечения, поэтому не совсем согласен. Есть ли тут такой момент... Да нет, я не знаю, как на самом деле правильно здесь. Есть ли смысл, может быть, такому пациенту вообще использовать фарм... вот какую-то терапию современного контента, имеется в виду, и... и все. Использовать и использовать. У нас его нет. Ну, я имею в виду в будущем, мы сейчас и не провоцируем... Да, безусловно, к этому все идет. Просто использовать и не смотреть на есть обструкция у него или нет какая-то, если он симптомный, попробовать его использовать, например, и посмотреть, что будет симптомами. Имеет смысл так делать? То есть вообще не делать скрининговое эхо исходное? Нет, сделать эхо, увидеть, что у него есть какие-то предрасполагающие моменты, например, толстые стенки, но вот мы не смогли обнаружить, например, большой градиент. Дайте ему мой контент, приходите через какое-то время и запишите, что будет с вами происходить. я вам чуть позже на этот вопрос отвечу. Когда исследование закончится, вы не обструктивный ГКМП, тогда мы... Ну, все исследования-то никогда не закончатся. Тут интересно, как вы думаете именно? Я вот, я не знаю просто, как здесь, как тут поступить. Стоит ли усиливать чувствительность наших тестов диагностических или не стоит, например, наоборот? Мне кажется, что одышка это самый частый симптом в кардиологии и в принципе всех присутствующих здесь сейчас можно спровоцировать на этот симптом и начать их как-то лечить от него. А еще и брызнуть еще не интерглицерин, то еще и сознание потеряет. Сознание потерять, и можно еще поставить ИКД и попросить аритмолога. Тут вопрос, что мы лечим. Одышку, в принципе, на ГКМП очень сложно лечить по той причине, что патогенез очень многообразен, и большой вклад в это вносит такой метод оценки экспертного, как диастолической дисфункции. Поэтому по нашему опыту он не очень большой, в том числе с лечением симптомных пациентов. Для нас симптомные пациенты в первую очередь это не одышка, а боли в груди и потери сознания. Почти всех пациентов, которые мы лечили или даже лечим хирургические, там, аблации или мемоктомии, они одышку имеют почти все. Вот я, в принципе, примерно так же думаю, что в основном это что-то совсем однозначное, типа синкопальные состояния, которые не вызывают сомнениями. Если мы говорим про хирургическое лечение, то да, конечно, это большая агрессия. Другой вопрос, какой перед вами пациент. Одно дело, вы имеете пациента 35-40 лет, который активный и ему одышка мешает, например, ездить на велосипеде. Он говорит, я спортсмен, сейчас ездить больше не могу. Это одна история. Да, и преподая такого пациента к себе там на прием, вы видите, что у него исходной обструкции нет, и вы можете попытаться спровоцировать нагрузку, которую он себе дает на велосипеде, и посмотрите, что на этом фоне будет. Будут растиграгенты, не будут. Другое дело, вы имеете перед собой человека там 85 лет, у которого тоже есть одышка, и вроде как иногда появляются боли. Вопрос, нужно ли пациенту 85 лет заниматься пророкационными пробами и пытаться его привести к хирургии, которая может по итогу закончиться для него летальным исходом. Я вот не знаю. Поэтому, конечно, здесь рациональный вопрос, что мы лечим. Тут скорее такая, это более понятная ситуация с 85 лет. Кстати, мы сейчас посмотрим как раз похожий пример, но только не про обструкцию, а про патологию правого желудочка. На двух примерах один из них, кстати, у меня есть время, или уже мне пора заканчивать? Анна или лично? Нормально? Один из них это молодой пациент, который проходил плановым медосмотром, у него нет жалоб, нет семейного анамнеза. Это его эхо. Справа 4 камеры. Левый желудочек, левое прицердие, правый желудочек, правое прицердие. Ну и то же самое, это длинная ось парастернальной, левый желудочек, прицердие, правый желудочек. Этот пациент проходил плановый медосмотр, попал, в итоге, был госпитализирован из-за находок на медосмотре. вот это его мрт сердце здесь надо смотреть на правый желудочек как я уже сказал это не слишком возможно очевидно по эхо там большие размеры в первую очередь левых камер на себя обращали внимание ну если мы измерим абсолютный размер вот здесь правого желудочка или вот здесь правого желудочка он тоже будет больше нормы на мрт посмотрите какие размеры объемы правого и явно снижены его функции не забывайте что обычно когда мы делаем их кардиографию у нас срез проходит как-то вот так примерно поэтому мы видим один вот какой-то размер правого это может быть вот такой размер вот такой вот такой разный размер а правый на самом деле он может быть по диаметру как левый только он еще вытянутый раза в полтора больше например соответственно здесь мы смотрим на правый желудочек и на сокращение то есть в принципе если вот эти данные сказать которые я уже озвучил и если еще показать его кг этого пациента то тут можно увидеть наверно какие-то микроаневризмы вот свободные стенки может быть кто близко стоит может быть и увидит но я я бы не стал к этому цепляться потому что очевидных проблем нету скорее есть несинхронное сокращение правого его увеличения нет какого-то явного накопления особенно в правом желудочке есть небольшое в левом вот здесь видите вот маленькая пятнышка белая и вот здесь перегородки такое не очень ярко то есть накопление какого-то грубого нету тем более это не ишемическое накопление тут мы попытались даже посмотрите это один жир есть ли он его стенках сердца нигде мы его не нашли толком жир белый да вот очень яркий видите он очень яркий если он где-то там попадет то мы его должны увидеть хотя в принципе смысла так делать вот особого нет если честно потому что в критериях аритмогенной диспозитом или чего-то еще в больших критериях это не присутствует здесь написано без эхо непонятна причина но это не значит что без эхо нам ничего не понятно просто если мы посмотрим на одни картинки мрт вот то что я говорил это не бинарная проблема если мы посмотрим на картинки мрт у нас такое впечатление что левый желудочек относительно нормальный или около нормальный а правый большой плохо сокращается а вдруг у него сброс вот такие кейсы даже люди показывают в качестве там розыгрыша или что-то еще на конгрессах это смотрите он удовлетворяет критериям и рвисе ритмогенной кардиопатии но у него просто дмпп например потом пациента есть то есть или какая-нибудь клапанная патология его эхо трикоспитальной регулагитации нет значимый легочные регулагитации нет значимый и метральные артальные тоже нет значимый клапанных проблем нету сбросами этом правый желудочек явно большой и не укладывается вообще но это никакой не спортом ничем не объяснить находки имиджинга можно трактовать как один из критериев большой можно но он один а может быть вдруг кто-то скажет вдруг это очень мякардит он перенес что думаете это мякардит вот как надо вот посмотреть а это молодой пациент вот ситуация а в анамнезе что-то есть семейный анамнез инкопа ничего не нету жалоб не терял сознание не зафиксировано же тэ нету внезапных смертей ни у кого из родственников генетики нету на момент вот когда мы рассмотрели анализа нет или вы делали генетику там все нет не был не был сделан никакой тест вот и как то есть как здесь быть изолированный миокардит правого желудочка в 20 лет без симптома не 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 право там видите накопление то в левом то есть накопление накопление было в левом может быть я это это выглядит сомнительно на мой взгляд гипотеза с миокардитом потому что действительно почему миокардит был когда у правого 330 а пациент вообще бессимптомный и вообще все хорошо было все время он никогда не ухудшался и действительно почему он изолирован такой в этом показал дальше то что было в самом начале на самом деле вы видите здесь первое в 1 отведение похоже на ритмогенную дисплазию правого желудочка есть и волна и псилонда и отрицательные зубцы т то есть коллеги думают уже вы все заметили вот здесь такая зубрина красивая пленка и до везде во всех грудных отрицательные зубцы ведь такие большие вот зазубрина такая то что и псилон волной называют сергей владимирович надо будет это поле подробно рассказать коронографии сделать не будет итак смотрите а вот тоже дальше ну допустим допустим мы уверены в том что перед нами вот это вот самая болезнь аритмогенная кардиопатия но как здесь быть потому что это не симптомный пациент у него нету анамнеза семейного у него есть допустим у него есть два больших критерий и это сто процентов уверенность и что что сделать ему тебе нужно вот эти тесты генетика если она что-то подтвердит она нас пододвинет сторону имплантации девайса или наоборот эфи если мы индуцируем уже ты можно индуцировать на у меня тоже кстати сделать индуцировать можно но здесь мы не будем наверное слишком стараться и на эфи мы пойдем только из нас будет как будет какая-то неясная клиника да то есть я бы не стал здесь на пациент отправить на генетические тесты скорее всего учитывая их трудную доступность да то есть либо они были легко доступны то он может быть поскольку все-таки это наследственная патология она наследуется примерно в 50 процентах случаев и то есть мы можно было бы родственников пообследовать да то есть здесь я бы скорее генетические тесты рассматривал в плане обезопасить родственников да то есть у которых С ним и так все понятно, типа? Да, да, с ним и так все понятно, вот чтобы пока бессимптомные родственники, которые в принципе, например, не обращаются за медицинской помощью, чтобы, поскольку у этой патологии, к сожалению, иногда бывает первым проявлением, это внезапная сердечная смерть, и все. А с ним что делать? ИКД ставить? Ну, если он совсем-совсем бессимптомный, ну, холтеровское мониторирование, посмотреть нет ли там каких-то пробежек, желудочковых нарушений ритма, я думаю, что сходу ИКД, наверное, ставить нет, когда он бессимптомный. А как вот это перешагнуть в сторону ИКД? Как это вот, что нас заставит? Я, например, вот так подумал для себя, тоже может быть неверно. Смотрите, пациент имеет структурную патологию, которая ничем другим не объясняется и сомнений никаких не вызывает. Да, у него нету незафиксированных нарушений ритма, но у него есть большие критерии и низкая фракция. Я бы, наверное, в эту сторону предложил двигаться, если бы... А фракция какая там? У правого? У правого что-то там 35, у левого порядка 50. Вот, но здесь для меня на самом деле тоже психологический барьер всегда, потому что такие пациенты, они, конечно, большинство пациентов, это фибрилляция предсердия, это рутина, вот на такие пациенты приходят, и психологический барьер лично для меня с кардиомиопатиями, то, что, вот буду показывать эти слайды, во всех рекомендациях обычно мы, если что-то уже случилось, то есть, когда вторичная профилактика, когда уже случилась внезапная смерть или случилось гемодинамически значимое ЖТ, либо если у пациента есть какие-то симптомы, предобморочные состояния какие-то, на холтере мы видим какие-то пробежки, то вот тогда, ну, допустим, видим там бессимптомные пробежки на холтере, здесь можно и эфи попробовать, да, там не очень агрессивно, если индуцируется, а вот когда у нас человек, то есть, мы доказали, причем, будь то это, например, там, да, синдром Бругада, например, там, да, ну, вот когда мы тоже знаем, что у этих пациентов высокий риск внезапной смерти, ну, там разные вариации будут, как раз буду это показывать, вот, но когда у нас просто, то есть, мы знаем уже, что человек болен, ну, грубо говоря, 100% для себя, но у него нет клиники, то мы не действуем агрессивно. Ну, вот таковы рекомендации, хотя у меня тоже иногда руки чешутся. Есть какие-то регламенты здесь или серая зона? Ну, вот серая зона, да, то есть, я почему говорю, что для меня это тоже психологический барьер, потому что ты знаешь, как доктор, что такая патология может не дать о себе знать никак, кроме как внезапной смертью, да, то есть, все закончится за один раз, и это только ретроспективно будет понятно, а возможно, не будет, даже никто не узнает, как говорится, пациент не пришел в очередной раз, и все, на контроль. Но, с другой стороны, рекомендации нам строго говорят, что ИКД сходу мы не ставим. И, с третьей стороны, все-таки при имплантации кардиовертора-дефибриллятора тоже есть свои осложнения, которых бояться не надо, с одной стороны, если он нужен, а с другой стороны... А есть разница, какой девайс? Внутри сердечный электрод или вне сердечный электрод? Да, спасибо за вопрос. Сейчас это очень важно, и даже в рекомендациях, например, когда мы говорим про саркоидоз, когда мы знаем, что там часто проявляются нарушениями АВ-проведения, прям в рекомендациях написано, что имплантировать... Ну, во-первых, если человеку с саркоидозом нужен стимулятор, то мы предпочтим дефибриллятор сразу, даже если до этого не думали об этом. А во-вторых, что там прямо написано, что это устройство, которое умеет стимулировать. То есть раньше такая строчка была просто не нужна, потому что все дефибрилляторы умели стимулировать. А сейчас, когда появились подкожные ИКД, вот в этом случае так. То есть здесь важно, например, чтобы устройство могло стимулировать. А есть другой момент, когда, допустим, пациент с синдромом Бругада, молодой, и здесь, возможно, будет предпочтение отдано подкожному дефибриллятору, поскольку, ну, представим, у нас 20-летний молодой человек или девушка, и если мы поставим систему эпикардиальную, обычную, которая проходит через сосуды, то рано или поздно электроды сломаются, если повезет, то позже, но все равно нам придется их делать либо экстракцию. Ну, там сколько-то, короче, сколько эти электроды в нем будут находиться, учитывая его молодой возраст? Да, вот, и причем здесь пациенту часто спрашивают, если про стимулятор, про ИКД мы примерно знаем, если ничего плохого не произойдет, сколько батарейки там прослужат, да, то электроды, это если повезет, то они могут и 20 лет стоять, а если не повезет, то они могут сломаться, и тогда нам придется либо делать экстракцию электродов, что это опасная процедура, да, либо доставлять электроды к существующим, но здесь тогда получается... Кстати, вот у меня вопрос, я прошу прощения, не совсем вот по теме, а сколько вообще такие люди живут? Вот если у них ритмогенная кардиопатия, и им поставили, ну, дефибриллятор, то я не знаю, может, ну, может быть, нет опыта мы не сталкивались, я что-то вот не соображу, а у них с этим девайсом продолжительность жизни как-то отличается от обычной? Ну, от моей, там, условно, ну, короче, популяции с такого же возраста. Ну, я понял вопрос, здесь, скажем так, у них риск умереть все-таки больше, чем у такого же пациента, но без патологии, да, потому что никто не отменял аритмогенные штормы, например, которые... Ну, и просто дисфункцию систолическую. Просто систолическую дисфункцию, да, критическую, то есть смерть от сердечной недостаточности, но вот, но с другой стороны, вот как мы сейчас говорили, чем дальше наука идет, тем больше у них шансов. Тот же синдром Бургада, например, сейчас успешно делают аблации, вот, они более сложные, чем обычно аблации ЖТ, они идут с эпикрадиальной стороны, вот, они со стороны эндокарда, это более сложно, но, тем не менее, вот таких пациентов, вот у нас такой пациент в больнице наблюдается, у него шоки были частые, а сейчас он... Ну, вот, он приходил, может быть, одно-два срабатывания против, там, штук десяти, которые были до этого. А так на него посмотришь, он молодой, красивый, вот, спортивного телосложения, молодой человек. Так что... Это я прям... Я тогда на... Сейчас вот это... И коллеги, вы устали, да, уже, наверное, меня слушать? Сейчас расскажу вот этот кейс... У меня слушать. Сейчас расскажу вот этот кейс, он как бы закроет серию с правым желудочком и, наверное, закончим, да, на нем? Ситуация чем-то похожая, только 65 лет спустя. Пациент тоже на плановом обследовании, не госпитализация по скорой, пожаловался на то, что у него снижается толерантность, одышка. Причем у этого пациента анамнез большой, у него коронарная патология есть, у него было протезирование транскатетерно-ортального клапана какое-то время назад. И вот это его эхо. У него ФП, достаточно тоже продолжительное время. Большие предсердия, левое-правое. Левый желудочек. Правый желудочек. Ну, здесь он немножко срезан, но видно, что он, видите, он тоже больше левого и сокращается хуже левого. Левый, правый, похуже сокращается. Это зум просто на левый желудочек, немножко темная картинка, но я этим хотел сказать, то, что полость, она вот здесь, а это гипертрофия опекальная. Вот это опекальная гипертрофия, это маленькая полость, просто с очень толстой верхушкой, где уже полости нет. Это его МРТ с аортальным протезом. Это самые лучшие картинки, которые получились. Обратите внимание, что здесь вот какие размазаны МРТ-картинки, особенно та, которая слева. В этом случае это самое лучшее. У меня эхо, например, на эхе лучше видно границу, единственное, надо было белого добавить, чтобы на экране это было заметно, чем на МРТ. Вот, пожалуйста, такая ситуация. Это вот у Тайве протез. Так, by the way, то есть, видите, и с эстентами, и с многими девайсами можно делать исследования. Даже с, имеется в виду, стимуляторами, ИКД и так далее. Ну, это надо проверять, но, в принципе, это возможно. Когда мы говорим про стенты и клапаны, то чаще всего это возможно, если речь про современные. Это его правый желудочек и левый, короткая ось слева, вот она, вот левый, это правый. А это для сравнения я поставил другого человека, чтобы вы видели, как у нашего 85-летнего пациента плохо сокращается, на самом деле, правый желудочек. То есть, он почти не уменьшается. У 20-летнего пациента была фракция 35, у этого фракция 24 или 25. Она меньше. И правый желудочек в два раза больше левого. Левый, условно, 120 миллилитров, правый 240. Он явно не в порядке. И вот тоже, с одной стороны, вроде бы это какая-то гипертрофия, а почему правый желудочек так плохо сокращается? И как с этим быть у этого пациента? Его накопление есть какое-то? Что-то где-то накопилось или незаметно? Там перегородка нижней части, наверное. Вот здесь белая, вот тут немножко. И смотрите, оно же в четырех камерах. И вот апикально, видите, еще такое белое пятно. Это интерамиокордиальное накопление. Вот оно здесь. А это непонятно, какое тоже, скорее всего, интерамиокордиальное, но ни то, ни другое, не ишемическое, судя по всему. Может быть тоже, сейчас начнется аккордиомиопатия, миокардит, милойдоз. Ну, это не милойдоз. Вы видели, как выглядит милойдоз вот чуть раньше. Это не оно. И здесь проблемы есть совершенно точно, но не очень понятно, какая из них ведущая на первый взгляд и что с этим делать вообще. Как говорил Андрей Вячеславович, когда 85 лет, можно ничего не делать, только коронавирус. на самом деле... Из тендов пограничной стенозы. Нет, на самом деле, вот тоже скользкий и достаточный момент. Что с этим пациентом, как с ним поступить? С этим правым желудочком ему нужен девайс, Сергей Владимирович, или не нужен? Вот у него, вот у него еще ниже фракция, чем у предыдущего. Вот предположим, у него была бы какая-нибудь пробежка. Ниже фракция правого желудочка. Да, да, да. Левого у него тоже выше. Левого у него выше, правого у него ниже. Вот так. Ну, рекомендации нам говорят в этом плане, что если сильно снижена фракция правого желудочка, в том числе, там и правого, и левого, то рассмотреть можно. Вот, но это будет у нас... Это 2А или 2Б? 2А. Это будет 2А. То есть, это как бы, как для левого, так же, когда фракция маленькая, 35 меньше, и есть какие-то факторы предрасполагающие? Да, да, да. Именно вот при аритмогенодисплазии там или правого, или левого тяжелого, то тяжелое снижение значимости. А вот, кстати, мы дошли с вами в предыдущий кейс, который мы обсуждали. Помните, как перешагнуть этот барьер? Когда есть снижение левого меньше, там, 40, и правого... Я не помню цифру, извините. Левого меньше 45, и правого меньше 40. А, по-моему, это повод пациенту с ARVC поставить девайс. По-моему, я, может быть, путаю. Такой вопрос, он, может, абстрактный немножко. А сколько вообще с этой дисплазии пациент ходит вообще? Может, это он 20 лет ее получил? Он ее получил, скорее всего, в 20 лет. Ну, вот тот, кого мы смотрели предыдущий. То есть, видимо, этот пациент где-то в районе пубертата начал этим болеть, потому что дети, у которых есть аритмогенная дисплазия правого желудочка, ну, там, в возрасте, ну, допубертатном, скажем так, они, в принципе, они очень симптомными становятся сильно раньше. Назовем это так. То есть, умирают, или эти тахикардии у них обнаруживаются. То есть, если это допубертатно, чаще всего это уже всем известно. А когда этот человек попал к нам вот в таком виде взрослым, скорее всего, он просто чуть-чуть не дошел, или мы чуть-чуть не додержали холтер до каких-то нарушений ритма, он скоро с ними столкнется. Ну, это такой абстрактный тоже ответ немного, но, скорее всего, это в процессе вот этого ритмогенной дисплазия, которая скоро приведет к каким-то последствиям. Так он у него в процессе 65 лет уже. Нет, нет. У 20-летнего. У вот этого пациента, которого мы смотрим, у него нет никакой дисплазии. Это апекальная гипертрофия левого желудочка, с которой человек... То есть, она ему не мешала жить 85 лет. Он с ней ходил-ходил. Просто этот желудочек, он несколько... Хотя ФП может быть вообще у любого 85 лет, даже без гипертрофии. Он с ней ходил-ходил. Там еще порог был. Совершенно точно. Совершенно точно. Видите, там много моментов. Желудочек идет жесткий. И он играет, в принципе, роль чего-то вроде клапана, метрального, стенозированного. То есть, он создает высокое давление в левом предсердии и в малом круге. Соответственно, вот он с этим живет долго. В такой ситуации. Из этого предсердия большие, давление высокое, ритм он сорвал. И с этим высоким давлением, сорванным ритмом, объемом перегрузился. Правый желудочек у него против этого работал какое-то время и перестал работать. И теперь мы видим просто исход, так сказать, гемодинамической проблемы. Поэтому, конечно, это не его случай. Просто не очень понятно что с ним делать. Скорее всего, ничего. Субтитры сделал DimaTorzok